Поехали мы к сестре Александра. Она живет совсем недалеко, кто спрашивал, но передали дождь. Поэтому, когда будем возвращаться вечером, если не будет дождя, я пойду пешком. А если будет дождь, то Александр на машине. И Владислав должен прийти. Тоже захотел печь с нами новогодние печенья. Поэтому все соберемся у сестры Александра. И сегодня погода 9 градусов. В принципе, когда выходишь на улицу, не холодно. Но вот, пасмурно передали через часочек дождь. И будет весь вечер, и завтра тоже дождь. Дед Морозы на стенах висят. Молодежь вообще в кофтах. Смотрите, как красиво. Это мы с Морейзи покупаем. Все, Морейзи уже тут подготовила все. Это сукрогляс, пудра сахарная, кокосовая стружка. Она собралась тут делать три вида различных печенья. Будет кокосовая, будут шоколадная, будут лимонная. Сейчас мы попьем сначала чай. И потом будем делать. Наши уже там сидят. 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 Ну, сатаны, ампю муэ. Всем елочка понравилась. Спасибо. Для Викторио. Декорация. И на вы. Печеньки. Декорацион? А? Да. Морейзи говорит, иди посмотри, еще есть декорация здесь. Красивая. Мы с ней были когда в магазине, она покупала вот эти вот анарики. И вот эти бутылки очень-очень популярны во Франции. Их можно купить на бракантоху. Может быть, она забрала у отца. То есть, у Даниэль. И вот эти перышки можно нарвать в Баркарейсе. Но они также продаются. И вот уютно, так красиво. Гирлянда в бутылке. Как вам? Такие вот небольшие декорации. У них здесь сколько комнат. Это гостевая комната. Они еще не сделали. Это спальня переделывают. Это ванная комната. Показывать не буду. Это Виктория комната, когда она сейчас на переехала. И салон. Жадор. О, панбуа, о-ля-ля. А, еще на Биме? Нет, я в своем зале. А, же, в конце кислое специально на городе. Уже старый. Я говорю, красиво. Но уже, да? И вот такие формочки. Так что у нас тут сахар. Мука. Шоколад. Патисье. Черное специальное. Масло. Яйца. Лимон. А чего фер термомикс? Что вы плюет? Чего фер лапат? Лапат лапат. В термомиксе придет. Сахар. Очень удобно умерли, скажите. Масло. Беорг. Ты шуазин программ? Ну, в принципе, я смотрю на телефон, это не такое... На телефон. А, так вот. Я не знаю, как Магали, это последний. А, так вот. А, или последний. Вот. Это старая модель термомикса. Не, тут нет программ таких, чтобы с телефона сразу программу закачать. Я спросила, яйца в холодильнике хранишь? Она говорит, да, в холодильнике, потому что один раз попробовала. Без холодильника они испормились. Яйца. Все перемешиваем. И добавляем муку. Достатка, да. Беорг. Беорг. Беоргשות есть. Беорг patrimония, это он. Беорг. Бегаев. Беоргуль. Беоргская продукция. Беоргиг 不енно. Беорг fantastic. 10 грамм муки и сахар 1 чайная ложечка дрожжей сухие дрожжи 1 чайная ложечка и сухара чашу ты сахара 100 грамм ну сами записывайте за мной потому что я уже не успею девчонки там виктория лимон выжимает сок лимона белье вон сушим на улице чуть не столкнулись я хотела посмотреть правда что-ли снег идет нет александр пошутил дождь идет лимон сок 1 лимона запомнили ингредиенты масло сахар мука яйцо сок 1 лимона лимонная цедра сколько хотите тесто уже готово и тесто вообще-то надо на час в морозилку именно в морозилку второе тесто будет делать виктория она будет делать шоколадное тесто но она похожа 100 грамм сахара здесь не диетические печенья смотрите у французов очень часто вот такой сасапелькома виктория такой подвольщик винный или фронт а до 14 градусов они коллекционер покупают коллекционное а здесь просто вино которое когда приходят гости и на апертив вы конечно можете уменьшить дозы сахара если хотите и вот сейчас 200 грамм шоколада снимаю как могу девочкам мешать не буду 50 грамм масла сливочного добавляем 2 яйца сахара мы добавили 100 грамм и сейчас добавляем ваниль 1 чайная ложечка лучше такую ваниль и если есть настоящая есть так одну щепоточку соли смотрите там уже какая красота ее полотой мы тут и болтаем если что-то забуду снять то простите и чайную ложечку сухих дрожжей можно и заменить содой если вы хотите для верующими и 250 грамм обычной муки белая мука флюид называется по-французски все смешиваем и получается тесто и теперь на час но не в морозилку а в холодильник потому что есть шоколад и последние это будут кокосовые когда они купили этот дом кухня уже была встроенная кухне не пришлось покупать так виктория отделяет желток от белка до 3 белка и сейчас она будет взбивать белки добавляем щепотку соли и взбиваем и взбиваем и вот такая красота получилась 150 грамм сахара добавляем примерно 200 грамм кокосовой стружки а нет сначала с сахаром надо смешать кокосовую стружку и потом добавить кокосовую стружки перемешиваем кокос сахар и взбитые белки и помните я вам рассказывала французы сохраняют вот эти коробки из под печенье и потом когда делают рождественское печенье то складывают вот такие жестяные коробочки сразу делают много видите три вида потому что угощают и сохраняют себе на долгое время чаем пить коробочки очень популярные есть красивые красивые нормандии много продают таких и теперь мокрыми руками лепим пирамидки вот такие кокосовые пирамидки это очень быстрые печенья потому что их 15-20 минут на 180 градусов духовке и все мы решили добавить в серединку один миндаль тесто получилось не очень много поэтому нужно будет еще купить кокосовой стружки маловато купили еще одна коробочка новогодняя все марлиз включает духовку на 180 градусов и 15-20 минут зависит от духовочки и будем ждать и будем апрель 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 ну а что рецепты закончились а оказывается еще нужно песочные печенья сделать сейчас будем делать 750 граммов муки их будет много этих печенек а ой сэбуку а батифэмоти туа моти решаем половину будем делать рецепта или все на 500 граммов будем делать 500 граммов муки французы любят использовать самую простую муку белую они никакие они будут заморачиваться не с гречневой не с цельнозерновой а самая обычная а произошла ошибочка сначала надо было масло высыпаем муку в термомиксе нужно все как нужно али ой снова начинаем 250 граммов сливочного масла ух сегодня мы масло использовали масло дни соли полусоленая можно обычную просто соли чуть-чуть добавить чепотку так масло которое мы взбили добавляем 3 яйца желток и белок все добавляем 250 граммов сахара 10 минут включаем на 10 минут чтобы петри рука в французский тесто чтобы не руками месить а вот термометр сделает на всю кухню пахнет кокосом смотрите на поля ли у меня тиком у а нету тоже сгорела лампочка сразу же в тесто добавляем снова лимонную цедру и наверно все сейчас и фожжет анкор к иксусами муку и и все скажу сколько муки новогодние формочки все новогодние мешочки новогодние и если хотите кому-то подарить вот во франции вот такие мешочки тут написано куки покупайте мешочки и относите печенье классно смотрите какая уже красота далее смешиваем с мукой до сансын к муки до сансын камни асенксом 500 грамм муки орли замешивает тесто а виктория уже вытаскивает кукурошей и кто-то там получил оценки оценки за четверть ученик потом вам расскажу как тесто убираем холодильник а шоколадное тесто достаем и сейчас будем делать шоколадные вот такой у нас сегодня завод по изготовлению печенья французский завод и вот ложкой будем делать маленькие шарики я сейчас буду помогать сейчас сниму вам и потом здесь сахар сахарная пудра вот смотрите и потом обваливаем владислав очень хорошо хорошие оценки по китайскому языку он обожает китайский язык сейчас буду помогать шоколадные готовы отправляем в духовку на 180 градусов точно не знаю на сколько минут и там уже морли сделает это у нас какие лимонные точно такие же шарики просто обваливаем и делаем лимонные газеты комбин меню а 10 всего минут виктория отправляет духовку и здесь начинаем делать песочное печенье и шоколадные вон какие уже красивячие не буду открывать эту зарубаются шоколадные готовы сейчас они остынут и немного станут твердые кокосовые шоколадные лимонные уже в духовке и остались песочные вот они должны вот так вот кракле это называется по-французски то есть потрескаться тогда это будет супер красиво и вкусно морались посыпает сахарной пудрой лимонные сахарной пудрой лимонные и мы же не закончили баррель я решила еще сделать меренги по-французски это называется и я все пропустила это яичный белок и сахар взбивается 250 граммов сахара и 4 яичных белка и щепотка соли и 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 м и Продолжение следует...